Девочка-пай В центре Шуи, в восточной части бывшей торговой площади, сохранилась красно-кирпичная водонапольная башня. В XIX веке многочисленные пожары и эпидемии заставили городскую думу возрастить внимание на вопросе централизованного водоснабжения в городе. Первая эта тема рассматривалась на заседании Шуйской думы в 1873 году, но из-за отсутствия средств вопрос остался открытым. Через 10 лет, по инициативе депутата городской думы Серебряникова, наследство фабриканта Посылина начало строительство водонапольной башни. Работу вела московская ферма братьев Бромлей, и в конце 1883 года объект был сдан в эксплуатацию. Водопровод в Шуи стал первым в России, кроме того, он служил и как противопожарное сооружение. Проект обошелся в 71 тысячу рублей, что превышало годовой бюджет города. По этому понятно, что значительную часть фонда строительства составили частные пожертвования. Главная водоразборная башня из красного кирпича выстроена по проекту знаменитого московского архитектора Владимира Шерлуда. Наверху каменного бассейна, где находился бак для воды на 8 тысяч ведер, была устроена колонча, соединенная телеграфом с водокачкой и пожарным депо. Подача воды в бассейн осуществлялась двумя насосами. Кроме того, в центре города были устроены четыре водоразборные башни. Высота главной башни составляла 20 метров. Она выполнена из красного кирпича в русском стиле в технике лицевой кладки. Низ соколя из белого камня. Башня двухъярусная. Центральное помещение куда-то представляло собой круглый зал, из которого боковые проемы вели в расположенные по сторонам и связанные между собой служебные комнаты. В нижней части башни имелись желоба для водопоя лошадей. К сожалению, в 1952 году завершение главной пожарной башни было утрачено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова